Татьяна Сметанина впервые взяла художественную кисть в 55 лет на мастер-классе Анатолия Сергеенко. Неуверенные мазки маслом и линии карандашом давно остались в прошлом. Художница востребована у ценителей изобразительного искусства, а ее работы сейчас хранятся в коллекциях по всей стране. Это настолько увлекательно и настолько меня затянуло, что сам процесс был просто... Я не могла оторваться. При всем том, когда еще я в те годы работала, и после смены, даже в две смены, 12 часов, я приходила и садилась именно на замальберт, и рисовала, потому что мне очень хотелось. Для Татьяны Владимировны, как и для многих художников студии «Ультрамарин», творчество – не основная профессия. Лада Корицкая, преподаватель, сценарист и писатель, признается, после тяжелого дня сесть за мальберт, как побывать на терапии. Живопись дает возможность отдохнуть от черно-белой картинки, как-то насытиться цветом и порадовать себя. А пока я рисую, я нахожусь в пространстве картины, в том месте, которое я рисую. На выставку «Простые краски родины моей» художники привезли лучшие работы – нежные натюрморты и лирические пейзажи, которые раскрывают красоту окружающего мира. В студии «Ультрамарин» существует больше трех лет и объединяет десятки художников. Мы знакомимся на выставках, общаемся на выставках. Где-то какие-то вечера, допустим, если есть, в городе присутствуют, организовываются. Знакомимся. Отсюда начинаем. Сначала небольшой коллектив организовывается, а потом уже коллектив увеличивается постепенно на выставках. Приглашаю я в этот коллектив людей. Увидеть работы североморских художников можно в Мурманском выставочном зале. Экспозиция будет работать до 25 января. Вход свободный. Александра Пескова, Павел Третьяков, ТВ21+.